Губочка темненькая, верхняя губа обычно темнее, потому что источник света чаще всего сверху. Под нижней губочкой темненькая, там ямочка. Кончик носика в целом темненький, и в нем, в этой темноте, ноздри еще более темненькие. Амбразурка глазика, прежде чем точечку поставить, амбразурка глазика, амбразурка, бровонька, все с коричневинкой, с красненькой, наметила. Внутрь амбразурки ставишь зрачачечки в том направлении, в котором желательно, чтобы взгляд смотрел. Верхняя века выразительно, нижняя маловыразительно. Верхняя века имеет собственную ресничную темноту, плюс складочку. На сбровной касании прибавляется еще и вот та складочка. Вот уже из этого можно дальше двигаться. В зависимости от того, откуда источник света. Обычно вот при таком ракурсе, удобный источник света. Свет лежит на площадке носа. Это удобный источник света. И вся классика пестрит портретами именно с этим источником света. Свет несколько желтит. Свет подрубает носик здесь, поскольку источник оттуда. И носик сразу торчит. Носик подрублен с этой стороны и тоже торчит. Буквально подрублен светом. В этом освещении обычно вот так. И у нас появляется идея торчащего носа. Вот это мы взбиваем штрихование по цилиндру. Для того, чтобы появилась круглость. Вот она. Ты понимаешь? И так далее. Свет на лобике. Свет на вот этой части подбородка. Свет вот здесь. Есть там мышечка, которая рассказывает о улыбчивости губочек. Смайлик губ желательно делать улыбчивым. Улыбчивым. Потом берем тоненькую кисть. И подсовываем утемнение. Особенно актуально утемнение между губ. Щель между губ выразительнее, чем все остальные обрисовки. Очень выразительно. Вот эта светлость. Поскольку губы в этом месте очень торчат. Они от лица торчат, особенно в этом месте. Здесь мы не делаем четкую очерченную. Не делаем. Вот здесь немножко подбиваем светиком. И они заулыбались. Вот здесь раздаем идею складочек по червячку губ. Есть такое, да? Угу. И даже с бликующим настроением. В глазик чуть-чуть с холодочком. Не до холодочком. Грязноватым по цвету холодочком. Вставляем белочки. Белочки. Блечочечек. Часто вот с этой позиции подбивают светиком. И глаз обостренно смотрит. Есть такое, да? Он взгляд приобрел. Вот это место тоже любит светик. Вот это не является таким светлым, как вот это. Потому что оно находится внутри глазной впадины. Он все равно светлее, да? Но оно не такое светлое, как вот эти места. И потом уже усиливаем темность ресничной. Красноватость складочки. Легкий намек. Только намек на нижнее веко. Все остальное это растяжка темного. Причем не до темного. Усиливаем ноздричку с коричневиночкой. Усиливаем. Соединение носа с телом тоже чуть-чуть обозначивается темным. Оно есть всегда. Вот это место бывает при таком освещении. Смуглым. Вот здесь бывает легкая темнилочка. Там рисунок этих рельефов примерно такой. Вот здесь обычно светло. Вот здесь. Вот этот светик отсюда пошел по кромочке нижнего века. Отсюда пошел по кромочке нижнего века. Блечочек увенчает историю с носиком. И ты видишь, вот эта линия почти не видна. Вот эта линия почти не видна. Она осталась темной, пока мы выдавали свет. И вот это движение по цилиндрику. Вот оно. Легкий намек на крыло носа. Ну и давай теперь зачет сделай. Вообще, в отрыве от волос голову не стоит писать. Вот я же тебе порекомендовал Ей немножко головы дать, да? Коричневый с краснотой. Потому что без головы какая там может быть вообще... Без затылка какая может быть вообще внешность? Ты согласна? Да. Ну бы смотри. Ты видишь, я немножко и глазиком жертвую ради волос. Потому что волосы будут заслонены. И вот так. Если бы ты изначально волосы набрала бы как у нормального человека, то не пришлось бы вот эту вот проблему испытывать. Чтобы с этой проблемой разобраться, можно сбрить и даже затереть ножом. Вот ножом взять и затереть эти колдобины, которые там образовались. Уже будет поспокойнее ситуация. Значит, сейчас мы берем коричневый и красный. Берем вязка. Смотри, появляется эффект множества волос. Просто потому что у кисти тоже волосинки. И она укладывает красочку волосистой. И волосы чистые, хорошенькие. Кроме коричнево-красный, красный и голубой. Будет такой чернявенький цвет. Чернявенький. Богатость появляется цвета волос. Близко к линии лица я не подхожу с синим, с красным. Видишь, я уступил место для того, чтобы синька не полезла на лицо. То есть в красноте можно на лицо лезть, а синьки нельзя. Волосы отбрасывают тень, правда? Да. И это происходит хотя бы даже вот от такого касания. Как бы мутного касания. Спасибо. Рыжеватость света. Прямо вписать. 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 Вот такими же жилочками. Толкнуть навстречу. И вот оно одно вписывается в другое. Вписывается, да? Угу. Появляются чистенькие, опрятные волосики с блеском. Чуть жестче сделаем линию волос здесь. Съел и теневую подносом. Смотри, какая теневая подносом была. Внятная теневая подносом. Теневая под губочкой нижней. Тенистые глазные впадины. Внутри теневой. Внутри находится ноздри. Внутри теневой. То есть нос это не вот так. Поэтому свет не подходит к самой ноздри. Нос это вот так. Здесь теневое проявление. Полутон. Причем он еле различивый. Он тихий этот теневое. Но различимо. Внутри этой теневой сидит ноздричка. Мы с тобой обсуждали, что губочка верхняя темнее, нижняя светлее. Идея улыбочки. Идея смайлика по такой траектории. Улыбающегося смайлика. Чуть тенисто губочка на закруглении. На закруглении. Вот эти настроения червячкообразных губочек. С бликующим состоянием. Свет на теле желтит. Поэтому светлые партии с желтотой набираем. Поскольку место очень торчит, его особенно отрезали. Прямо вырезанность создали. Остальное делаем недовырезанным. Тихоньким. Ага. Чтобы нос торчал от линии. Вернее от лица. Здесь создаем. Вот в этом ракурсе. При этом освещение обычно вот так подбит светом нос. И он начинает торчать. Правда? Да. То есть вот эту схему стоит выучить. Вот таких ракурсов. Если вы придете в музей. Миллион. С этой освещенностью. Джоконда также освещена. Это надо выучить наизусть. Чтобы даже несмотря на картинку, как ты хотела сегодня, иметь представление об освещенности и о приятностях. О приятностях. Площадка носика освещена. Вместо вот этой жесткой линии, на которую все время хочется положить жестко, наоборот, расштрихованность этой линии, расштрихованность по окружности носа. И дополнено еще более светло. Чуть-чуть различимо, но не так активен свет на крылышке носа. Обычно вот эта линия даже аж вот такой вот переход, грань такая. Никаким я вообще пустойкистик. Я просто взял то, что там было. Плюс на носике бликующие есть проявления. Бликующие. И тоже чуть-чуть толкнем по цилиндрику. Сюда любит свет заходить. При этом ракурсе, который мы должны выучить, да? Он любит сюда заходить. И тоже толкнем, чтобы и оно стало частью закругления. Частью закругленного. Частью закругленного. Если надо, еще раз проложим светик более нарядно. То есть это такое закругление носа. Очень красиво сейчас холодочки выходят. Ты видишь, вот эти холодочки очень красиво выходят. Пусть выходит вполне. Совсем не обязательно это ушпатлевывать краской. Эти же холодочки. Можно даже специально тонировать холодами. Чтобы когда рыжие будем укладывать, чтобы холодочки выпрыгивали оттуда. Но свет желтит. И мы с легкой желтотой светика. С лёгенькой желтотой светика. Теневая розовит. Свет желтит. Обычно мы недооцениваем идею желтости света. Получается не вполне... Получается серовато. А свет желтит. Хотя бывают и розовые мерцания, и на свету. Вот сейчас она стала приобретать яркость, ту, которую ты вначале положила. Но когда ты её вначале положила без теневой обстановки, она была как дырка в холсте. Сейчас она становится частью среды, но при этом аж горит светом. Там форму лобика подсмотришь. И ты видишь, как всё прекрасно, легко моделируется. Здесь место чуть смуглое, оно прогибается. Поэтому показывай с лёгкой смуглостью. Не-не-не, я ж не издеваюсь, я ж только для пользы. Вот эти холодочки, смотри, как они там здорово выпрыгивают, да? Она такая молочного цвета становится. Вот это место требует тоже света. Это освещённая, верхняя освещённая площадка подбородочка. Подбородочка. Ещё ты помнишь, что вот здесь мы любим подсечь светиком, да? Да. Уже помнишь. Ага. И вот такое деликатное. Смотри, она как будто бы только что улыбалась, да? После вот этого подсечения. Вот здесь некоторая светлость продолжает дорожку свою. Может быть, розовинки добавить, щёчки. И всё это толкнуть в направлении закруглённости. В направлении закруглённости. А вот это вот здесь, это розовиночка. Да, больше розовиночки. Значит, деликатненько, пальчиком. Как на лице этим. Да. Здесь ты помнишь, да, что мы сделали тогда? Не до светлой. Не такой. Не до светлой. Разделил. Разделил. Верхнюю площадку века. Наверное, ещё помнишь, что вот здесь свечечек есть. Но поскольку он часть глазной впадины, он не так светел, как его сосед. Угу. Этот же светик чуть-чуть на закругление. Причём, ты видишь, периферия закругления смуглая, а эта более яркая. То же самое и здесь. С лёгким намёком на голубой. Белочки. 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 Свет ещё любит вот сюда зайти. Вот сюда. Вот сюда. Вот именно сюда. Здесь он уже смугл. Да. Здесь он уже смугл, а здесь более ярок. Обвёл и по кромочке нижнего века прошёлся. В самом выпуклом месте белка чуть усилили активность света. Да? Именно в самом выпуклом. Взрачёте. Самые длинные ресницы и, соответственно, самое тёмное место сформировалось вот здесь. Зрачок тёмен, ресницы длинны. Всё логично, да? Бровочка чуть темнее у переносицы. И чуть мягче. Продолжение. Не удевай. А этот гниф? Ну, мы же уже рассуждали. Ещё цвет глаза. Светик пропал. А должен быть, в первую очередь, на верхней части подбородка. 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 Смотри, подбородка появилась, да? Да. Вот именно. Вот оно было. Да, квадратненько. А теперь такая трогательная даже. Ты туда смотрела? Да, оттенек вставил. Там по-другому, она как по-другому. У тебя тени-то нет. Я старалась, да. Ты туда смотрела? Смотрела, она по-другому совершенно. Ты туда же. Тебе... Ты туда же... Продолжение следует... Рефлекс от освещенной. И вот она уже как прозрачная, как ягодка. Вот туда хочет свет зайти. Так же, как сюда зашел. Вот туда. Сам голос правильный? Близко к тексту, но уменьшенный. Рефлекс от освещения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотри, как бы для начала неопределенный цвет глаза. То ли серенький, то ли зелененький, то ли каренький. Когда блик у нас с одной стороны, вот этот рефлекс светленького на круглый, с другой стороны можно два тычка сделать. Как будто бы там два источника света. Тоже прикольный круг появляется. Тоже прикольный круг. Тоже прикольный круг. Еще обратите внимание, что я не стараюсь сильно кругло. Немножко как бы рублено делаю. На челпан томатовый начинает быть похожий. Все-таки стоянку не получается. Вот здесь обычно чуть смуглее и вот здесь обычно. Чуть смуглее. Ой, какой миленький. Ой, ой, ой. И вот эти холодочки, которые вылазят. Да правда они здорово что вылазят. Такое молочного цвета. - three-треть, чехой-то, univers. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если хочешь низ как-то упаковать, можешь либо срисовать вот то, что ты видишь, либо полистай другие портреты и посмотри, нет ли там чего для тебя.